В этом видео вы увидите генератор водорода, секретная ячейка Стэнли Мэйера. Эта технология достаточно интересная, поскольку позволяет получать больше водорода, чем на это требуется энергии. И сегодня мы попытаемся раскрыть эту тайну. Так что, друзья, ставьте лайки и обязательно распространяйте это видео. Как можно больше людей должно знать об инновационных технологиях, которые пытаются скрыть. Всем привет, друзья! С вами канал Рафаэль Анриал. Добро пожаловать! Сегодня я вам расскажу о секретной ячейке Стэнли Мэйера. Ну что, друзья, если я вас заинтересовал, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Будем начинать. Друзья, сегодня на самом деле очень интересная тема. Блуждая по просторам интернета, я нашел ячейку Стэнли Мэйера. Но это для меня не новость. В общем, это такая вещь, водородная установка, которая вырабатывает больше водорода, чем потребляет энергии на расщепление воды на водород и кислород. В общем, сегодня поговорим о возможном секрете, то есть как это все дело работает. Так что, смотрим! Округ Файет Огайо Во времена эмбарго на поставки нефти в США меня поразила ситуация, что маленькое государство на Дальнем Востоке может парализовать жизнь в Соединенных Штатах. Стэнли Мэйер, изобретатель. Понимая, что промышленность в США и всего мира в целом зависит от поставок и использования энергии, нашим долгом становится разработка источника альтернативной энергии. И сделать это нужно очень быстро. Как я и предполагал изначально, все зависело от своевременного финансирования. В лучшем случае мы могли получить его только через полгода. Но на самом деле оказалось, что сроки в 12-15 лет более реалистичны. В 70-е годы Стэнли Мэйер попытался в одиночку решить американскую энергетическую проблему. Он решил сделать это при помощи воды. В ней содержится огромное количество водорода, более эффективного топлива, чем нефть. Более 15 лет Мэйер пытался заставить людей воспринимать свои изобретения серьезно. Большинство изобретателей обречены на одиночество. Они должны быть стойкими и не искать поддержки других людей, потому что они вас не поддержат. Неважно, много или мало, это займет времени, но изобретение — это дело самого изобретателя. Даже на примере своих более ранних разработок, на которые я получил патенты, после многочисленных нападок, я научился быть очень осторожным. Мэйер всегда выступал против толпы. У него нет официального статуса ученого, потому что он так и не закончил школу. Вместо этого он начал сразу заниматься исследованиями в одном из технических университетов родном Огайо. Сейчас он посвящает все время своим изобретениям, собирая устройства с потенциально революционными возможностями. В устройстве, способном извлечь водород из воды, нет ничего необычного. Единственное, что является необычным, — это извлечение водорода из обычной воды из-под крана. Традиционным методом для этого является электролиз. Мэйер в корне изменил этот процесс. В отличие от электролиза, его устройстве тратится не такое большое количество энергии. Он не производит огромное количество побочного тепла. В течение 20 лет он совершенствовал свою технологию разложения воды. Она производит довольно большое количество водорода в тот момент, когда это необходимо. Здесь представлена одна из наиболее ранних моделей. Он не хотел показывать последнюю перед камерой. Это очень простое устройство, но ему удалось убедить скептически настроенное патентное бюро в том, что эта революционная технология на самом деле работает. Стальные трубы, выполняющие роль электродов, находятся в пластиковом контейнере, наполненном водой. Через трансформатор почти не проходит ток из основной сети. Это устройство потребляет крайне мало тока, всего около 0,5 А. Но результаты поразительны. Водород начинает выделяться сразу же после включения аппарата. Мейер утверждает, что секрет заключается в используемом электронном оборудовании. Оно подает напряжение с частотой около 20 000 Гц к электродам. Это не слишком очевидно, но этот процесс нарушает существующие законы. При обычном электролизе потребляется в три раза больше энергии для получения такого же количества водорода. В устройстве Мейера все наоборот. Оказывается, оно способно вырабатывать на несколько сот процентов больше энергии, чем потребляет. На это, друзья, как раз таки и стоит обратить внимание. То, что я далее зачитаю, возможно, приоткроет завесу тайны. То, что устройство мало того, что не нагревалось из-за некоторых процессов, которые происходили в разложении воды на водород и кислород. Соответственно, мы имеем бешеный прирост этой энергии. И потребляет эта машина гораздо меньше, чем производит. А в общем, давайте посмотрим, в чем же здесь суть. Блуждая в интернете, я наткнулся на одну интересную статью, в котором человек рассказывает на своих экспериментах по поводу этой ячейки. Всем привет! Хочу поделиться накопленными знаниями с вами. Речь пойдет о ячейке Стэнли Мейера, которая позволяет почти безотратно разлагать воду на водород и кислород. Все мы знаем, что если подать ток на два токопроводящие пластины, помещенные в воду, то вода в виде газов разложится на водород и кислород. Но на это требуется много энергии. Энергии больше, чем мы можем получить сжиганием полученного водорода. Соответственно, все байки про установку обычного электролюзера на авто мы обходим стороной. Экономия в таком случае, конечно, будет, но это не позволит полноценно ездить на воде, так как электролизер будет сильно нагружать генератор автомобиля. Вот для того, чтобы его не нагружать, Мейер разработал схему питания электролизера холодным током. В скобочках. Энергия эфира. На первой картинке сам патент Мейера. Здесь повышающий трансформатор, диод, два индуктора и сама ячейка. Вся соль трансформатора заключается в индукторах. Они намотаны бифилярно, если друг над другом. Рисунок 2. Или встречно, если в разных местах. Рисунок 3. С классической точки зрения смысла в такой намотке нет, но с точки зрения эфиродинамики, смысл уже очень большой. И кстати, эти намотки должны немного отличаться друг от друга по количеству витков. Так, берем худощавый, как у ТСВ, сердечник, либо изготавливаем его сами, из ферритовых стержней. Первичку мотаем примерно 30-60 витков. Вторичка 3000. Верхний индуктор 3000. Нижний 2750. Вторичка. Индукторы мотаются с межмлойной изоляцией, так как там около 20 кВ. Все соединяем, как на рисунке 4. Обратите внимание, что индукторы намотаны встречно. Также не забываем про диод. Кажется, это быстрый диод на 600 вольт 25 ампер. Позже скажу точно. На маленькую зеленую катушку не обращаем внимания. Она использовалась мэром для подстройки частоты, в зависимости от диэлектрической проницаемости воды. Так как дистиллированная вода из-под крана имеют разные сопротивления, а ячейка выступает в роли кондесатора, образуя с индуктором колебательный контур. Вот на этот момент, ребята, советую ваше внимание как можно больше навострить, потому что это вот самые такие основы. Эту статью пишет человек, который проводил эксперименты и хочет поделиться своими знаниями. Все, что как пишется, я читаю прямо так, как есть. Так что при использовании одной и той же воды это не критично. Далее подключаем первичку к генератору, вместо банок на рисунке 6. Выключаем правую часть генератора, прерыватель в скобочках, и изменяя частоту второй части генератора, находим резонанс по максимальной амплитуде напряжения на осциллографе, подключенного к ячейке через одну десятитысячную делитель. Далее, после того, как нашли резонанс, включаем прерыватель и выставляем такую частоту и скважность, чтобы добиться осциллограммы, как на картинке 7. Скважность у генератора высокой частоты, скорее всего, 50%. Скважность у прерывателя подбирается. Если все делали по данным параметрам, частота резонанса, скорее всего, будет в коридоре 9-20 кГц. У Стэнли Мэйера это было 11 кГц, кажется. И все, разумеется, низкой затрате и высокой производительности водорода. В следующей статье я подробно напишу о физике процессов, то, что знаю. Откуда берется энергия? Почему холодный ток? Почему резонанс и небольшая разница в индукторах? Пишите в комментариях, если вы хотите больше информации по этой теме. Я оставлю обязательно ссылочку, ребята, сами почитайте. Тут автор прилагает как раз-таки этот пост. Можете ему написать лично. И здесь, соответственно, все рисунки. Ну что, друзья, вот такая вот статья и рассказ. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и подкидывайте интересные идеи мне в видео. Также, друзья, не забывайте делиться этим видео, потому что это очень важно, чтобы технологии как можно больше людей знало. Все. Пока-пока.